Всем привет, ребят! Меня зовут Алина Ли, и очень многие проголосовали за то, чтобы я показала вам свою комнату после перестановки, так что добро пожаловать! Вообще, самое главное изменение, которое произошло, это то, что вот здесь стоял огромный шкаф с зеркалами, и мы его вынесли, потому что уже в течение полугода, может даже больше, там не было моих вещей. Как только вы заходите, с правой стороны стоит вот такой вот мой стеллаж, честно говоря, я не знаю, как он точно называется. Сразу, чтобы вы не спрашивали, вся моя мебель в комнате была сделана на заказ, так что я не знаю, где ее можно приобрести. Он в основном как декоративный, потому что я его заказывала для того, чтобы снимать на его фоне видео, но в принципе я сюда сложила нужные вещи, здесь у меня лосьоны, разные мисты, защита от комаров, спирт, что актуально сейчас. Также тут моя любимая роза в колбе, которая уже 3 или 4 года, типа копилка, и мой любимый медвежонок, который у меня лет с 4. Дальше в этой стороне моя кнопка, это, кстати, кнопка с моего первого канала, которую я сейчас уже не веду за мои первые 100 тысяч. Здесь кнопка уже как раз-таки с моего этого канала, на котором вы смотрите это видео. Здесь неоновые подсветки, которые я заказывала с китайского сайта, но они обе перестали работать, потому что нужны новые батарейки. Если посмотреть чуть ниже, здесь мои украшения, у меня по идее есть отдельный столик для украшений в другом месте, но здесь те, что я ношу чаще всего. И вот такая вот фотография с Гошей, нарисованная на дереве, очень прикольная. В этой косметичке я храню все свои резинки и штуки для волос, которых у меня очень мало, потому что у меня все теряется. Здесь у меня такой подносик, на котором тоже лежат украшения, которые я часто ношу. Эта сторона, в принципе, просто свечки какие-то, какая-то странная штука. А в этих двух полочках стоят все мои духи. Если посмотреть ниже, то здесь вот такая вот красивая, замечательная коробочка. Как тяжело открыть. Эта коробочка специально для Шерри. Многие у меня спрашивают, когда они пропустили момент, когда у меня появилась собака. Так вот, я не помню, неделю-две я назад, кажется, я купила собаку. Это немецкий шпиц. И, в общем, я уже активно покупаю всякие штуки для нее. У нее здесь есть международный паспорт. Тут разные капельки, шлейки, ошейники, поводочки. В общем, я уже много чего для нее покупаю, поэтому завела ей отдельную коробку. В этой части стоят мои книжки. У меня их, на самом деле, намного больше, но я их убрала. Сейчас я читаю вот такую вот книгу «Не тупи». Я ее часто выкладываю в сторис, потому что здесь есть очень прикольные вот такие вот штуки. Как такие, знаете, цитаты дня. Я их выкладываю в сторис. В этой части авокадо. Здесь еще авокадо. А вот это вот коробки с фотографиями. Как-нибудь я вам их, может быть, отдельно покажу. Кстати, чуть не забыла вам показать вот эти шкафы и то, что находится здесь. Здесь пакетик с колечком, которое мы купили в Дубае. И я его до сих пор не уменьшила. Также здесь пакет с пакетами. Вот эта коробка просто пустая. Мне все время кажется, что она мне еще пригодится. Вот эту змейку мне подарил дедушка. Дальше вот в этом пакетике тоже куча всего, кто мне может никогда не пригодиться. Здесь куча новых тряпочек для очков. Куча новых конвертов и открыток. Свинья, которую мне однажды подарили. Лента для того, чтобы красиво упаковать подарок. На Eurasian Fashion Week мне подарили вот такой вот мешок-сумку. Кстати, вот ее 100% я еще буду использовать. Следующий ящичек с новой косметикой. Здесь в пакете новая бомбочка, также новая косметика. В основном это карандаши, такой банальный консилер. Новая тушь, то, что у меня всегда должно быть в запасе. Мини бьюти-блендеры и новый кушончик. Разные гели. Вот такая вот штука для укладки. Новая алоэ. Короче, всякие такие вот бьюти-штучки. Ну и в последнем ящике книжки, которые я не читаю, и фотоальбома. Любимая часть, потому что это мое зеркало. Раньше оно стояло в гардеробной, сейчас оно стоит здесь. Возможно, в гардеробную я закажу такое же зеркало, еще одно. Почему очень люблю это место. У меня тут также стоит вот такой пуф. Очень много времени я сейчас стала проводить именно здесь. Здесь снимаю какие-то тиктоки, истории. Сижу вот на этом пуфике, и тут крутое освещение от зеркала, собственно говоря. Кстати, совсем забыла вам рассказать, что вот здесь тоже прямо у входа стоит вот такой вот миленький стилар. Ладжик с очками. У меня их очень много. Все от Альберта Ксиана, конечно же. В общем, здесь вся моя коллекция, и там еще сзади немного. Ну а теперь мы с вами переходим к любимой, конечно же, части моей комнаты. Это моя кровать. Я ее очень сильно люблю, она очень классная. Вписывается круто в интерьер. В общем-то, обычная кровать, я здесь сплю. Так что... Все, закончили на этом. Хотите, я расскажу вам увлекательную историю того, что в моей комнате постоянно залетает мелкая мошкара, пролетающая через сетку, на секундочку. Поэтому сейчас у меня на окне завешана тюлью, да. Но мошкара все равно пролетает. Если вы тоже сталкивались с этой проблемой, напишите в комментариях, как быть. Кстати, у меня до сих пор на кровати новогодний пледик, я ему крываюсь. Тут у меня на подоконнике фотография. Вот такая вот фотография с мамой и папой. Я не помню, в каком году она была сделана, но я тут еще совсем малышка. Далее мы переходим к моему столику. Я его очень сильно люблю. У меня, по идее, было несколько видео о столике. Но сейчас, понятное дело, тут уже 500 раз все поменялось. Если вы хотите, я могу снять вам отдельное видео. Просто мне казалось, что это не особо актуально. Но если вдруг вам хочется, потому что меня иногда спрашивают, то дайте мне просто знать об этом в комментариях. Переходим вот к этому зеркалу. У меня висят фотографии. Все почему. Когда рабочие монтировали это зеркало в стену, был использован какой-то неправильный клей. Или они как-то неправильно его нанесли. И по зеркалу появились вот такие вот черные пятна. Это очень, конечно, печально. Скорее всего, мы его просто вытащим и поставим новое зеркало. Здесь у меня фотографии. Их очень много. Это с моего дня рождения в 2016 году. Это я совсем малуш... малушка. Малышка. Это тоже фотографии с моей подругой, с папой. Это фотографии с моей двоюродной сестрой, с моей мамой, когда я еще малышка. Короче, здесь куча фоток. Я их повесила, чтобы закрыть вот эти вот разводы. Многие спрашивают, почему я их не снимаю. Но мне они нравятся, я не хочу их снимать. Так что пусть они будут тут. Штатив, который мне уже нужно заменить. Потому что этот немного сходит с ума. У нас за окном такой ветер, капец. Далее вот эта вот тумба. Изначально это все предусматривалось как прикроватное. То есть должна была стоять возле кровати. Но по итогу оказалось здесь. В общем, здесь мой iMac. Я его купила очень давно. Редко стала за ним работать, но очень его люблю. Также тут мой MacBook. Сейчас я чаще именно с ноутбуком. Переходник. Для тех, у кого MacBook, те знают, что на него надо куча и миллион переходников. Здесь также мои очки. Потому что у меня плохое зрение, кто не знал. Еще здесь стоит такая коробочка со всякими флешками, переходниками. Тоже какие-то штуки от камеры. Мелкие, которые мне часто нужны. Поставила их вот здесь. Над моим столом висит вот такая вот замечательная картина. Ее нарисовала... Меня нарисовала моя одноклассница Ярке. Подарила мне ее на день рождения. Там сзади есть подпись в память о нашей дружбе. Я очень люблю эту картину. Вот берегу ее. И она всегда со мной в моей комнате. Дальше. Здесь, в принципе, снизу ничего интересного, по сути, как бы и нет. Вот в этих коробках лежит моя канцелярия. Да. Когда я училась в третьем классе, и мама говорила, что когда-нибудь у меня не будет рабочего стола с тысячами тетрадок, тысячами ручек и так далее, я ей не верила. Но теперь вся моя канцелярия в двух коробках, чтобы вы понимали. Вот здесь вот в основном все техника. То есть тут разные шнуры, какие-то чехлы для телефона. Но в основном тут техника. Короче, всякая такая интересная вещь. Тут еще, кстати, стоят мои весы. Давайте посмотрим, сколько я вешу. Господь. Итак, вес Алины Ли. 44,700. Я вас не обманываю. А еще я забыла вам показать. Самую любимую вещь на данном момент в моей комнате. Секундочку, секундочку. Вот. Это просто нереальная красота. У меня были огромные проблемы с подключением светодиода ленты. Но, наконец-таки, она есть в моей комнате. Вон там вот нам тоже нужно заменить одну деталь, чтобы вся лента мигала одним цветом. Пока что та часть у кровати мигает только одним цветом. Но суть в чем? Я просто обожаю эту ленту. Она добавляет нереальный уют комнате. Ночью, когда уже выключается весь свет, я включаю только эту ленту и просто кайфую. Так что, очень крутая вещь, очень крутая. Если у вас нет, и вы можете ее купить, обязательно купите, потому что это прям круто дополняет интерьер. Ну, в общем, ребята, я показала вам свою комнату. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. В принципе, ничего такого суперинтересного, но знаю, что вам хотелось посмотреть. Так что, пишите в комментариях, как вам видос, какие еще видео вы ждете от меня. Может быть, вам было бы интересно посмотреть на мою гардеробную, или на мой столик, или еще на что-то. Короче, все пишите в комментариях, все читаю, все лайкаю. Вас всех безумно сильно люблю. И главное, помним, ты личность, и ты уникальна. Любите себя, мои хорошие, и всем пока-пока!